Магаданский дом. Именно так называют местные жители, ярко выделяющийся на фоне других многоквартирный дом в Ждановке. Его капитально отремонтировали благодаря шефской помощи Колымы. Когда съемочная группа телеканала «Карибу» работала в ДНР в первых числах ноября, подрядная организация завершала внутренние отделочные работы. При этом ход строительных работ жестко контролировался на самом высоком уровне. Все квартиры осмотрел лично советник министра строительства ЖКХ правительства Российской Федерации Алексей Шуганцев. Странтово. Странтово, ближайшие? Да. Ну что-то, то что не зашло, здесь покупали уже поместные. На месте, наверное, не очень тут. Да, тяжело. Тепловычислители в одноверные углы. Все уже запроектировано, согласовано. Все в работе, все батареи. Да, уже все. Располнительно натурными. В стадии, в течение недели. Планируешь, что сделаете, разровняете? Чемнями отсыриваемся, чтобы грязь убрать. Уплотните. Тут можно было подъехать с колясочками. А так можно, конечно, под программу попасть здесь. Вообще весь двор подзакатать. Ну, следующий год формируйте, предложение отдавайте. По словам Петра Бессонова, представителя управления капитального строительства Магаданской области, строительные работы заняли три месяца. Столь небольшой срок смогли выдержать благодаря профессионализму коллектива-подрядчика и четкости в обеспечении необходимыми материалами и техникой. Объект выполнен за три месяца, сжатые сроки. Мы его строили не с нуля, восстанавливали. Это капитальный ремонт восьмиквартирного дома. На объекте работало от 15 до 20 человек. Генеральный подрядчик СК Магадан. В доме шесть двухкомнатных и две трехкомнатные квартиры. На начало ноября дом был подключен к электричеству еще по временной схеме. Согласование с местной энергокомпанией было на тот момент еще в процессе. Стадия 99,9% клиник провели, можно сказать, объект закончили. Сейчас согласовываем наруженные сети с местными энергоснабжающими организациями и вводим в эксплуатацию объекта. Строительные материалы в большинстве своем доставлялись в Ждановку, находящуюся в сорока километрах от передовой из Ростова. Также была привезена и строительная техника, которую затем Магаданская область передала в собственность муниципалитета Ждановки. Как сообщили телеканалу «Карибу» в городской администрации Ждановки, уже в середине декабря в уютные квартиры Магаданского дома въедут первые новоселы – семьи шахтеров из аварийного жилого дома. Олег Дудник специально для «Карибу». Ждановка. Донецкая Народная Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова